приветствую в этом видео мы поговорим об одном единственном вопросе по какой причине можно не явиться по повестке в тцк и сп и мы разберем ситуацию в которой человеку вручили повестку эта повестка законная она выписана на его имя там все подписи все реквизиты есть все хорошо но человек может не явиться по этой повестке в тцк и сп и при этом никакой ответственности он не понесет не административной не уголовной абсолютно никакой ответственности почему так да потому что закон определил причины по которым человек может не явиться по повестке и эти причины указаны в законе о мобилизации а если быть точнее в 22 его статье и сейчас мы посмотрим эту статью и разберемся с этими причинами сейчас на ваших экранах третья часть статьи 22 закона украины о мобилизационной подготовке и мобилизации именно здесь указаны уважительные причины неявки по повестке в тцк и какие же это причины первая причина перешкода стихийного характеру далее хвороба грамадянина военні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк і є ще ось така причина смерть його близького родича батьків дружини чоловіка дитини рідних брата сестри діда баби або близького родича його дружини чоловіка і вот давайте разберемся теперь поподробнее что же делать если у вас вот какая-то из этих причин появилась и как это доказать потому что любую причину для того чтобы к вам потом не применили вот эти огромнейшие штрафы которые сейчас могут применять за неявку по повестке вы должны будете любую из этих причин почти любую наверно подтвердить документально и вот давайте с этим подробнее разбираться итак прыжкода стихийного характеру но вот думаю вот эту причину подтверждать документально не нужно будет потому что это будет относиться категории общеизвестных фактов и они не нуждаются в подтверждений хвороба громадянина вот здесь уже нужно будет подтверждать вы должны понимать что здесь недостаточно будет просто заявить в тцк что у меня в этот день голова болела нет недостаточно и если вы потом получите штраф и пойдете в суд его обжаловать вы не приложите к делу что называется свои слова да ну суд не поверит просто что у вас голова болела и вы не пришли из-за этого нужно документальное подтверждение то есть в этот день у вас соответственно в это время ну либо до этого времени должен быть вызов зафиксированной скорой помощи либо зафиксировано обращение к врачу и должна быть справочка должна быть запись об этом либо же в этот день у вас открыли больничный да в связи с вашим заболевания то есть должно обязательно быть документальное подтверждение идем дальше военные дии на вид поведение территории то их наследкой вот здесь сразу обращу внимание потому что люди бывают такие ряд но так у нас же военные идеи в стране вид бывают сада мол можно тогда не приходить нет поскольку здесь есть указание на вид поведение территории то их наследкой то есть тот факт что вы живете в не знаю там виннице а в бои идут сегодня горячие бои там где-то под купинском например да вы не можете сказать что я не пришел в тцк в веннице потому что бои были под купинском вы прекрасно это думаю понимаете а что делать если например ваш город был под обстрелом в этот день то есть в вашу не за там живете вы в киеве да киев часто обстреливают и вот в киев прилетает в этот день является ли это уважительной причиной неявки и да и нет все зависит от ситуации вот представим себе например вас вызывают оболонский тцк но поскольку вы проживаете в этом районе и в этот же день идет обстрел киева и например прилеты там в соломенский район в дарницкий район вопрос а будет ли это уважительная причиной ну конечно же нет потому что в суде у вас судья спросит скажет а каким образом прилет там в дарницкий район киева помешал тебе явиться в тцк в оболонском если ты проживаешь в оболонском районе и соответственно как как это помешало вообще там прилеты от тебя были за 10 километров понимаете неуважительная причина то же время если прилеты были в вашем районе если это затронула вашу собственность там окна по вылетали до автомобиль был поврежден вот это да но тоже здесь желательно зафиксировать как минимум должна быть видеофиксация как максимум фиксация со стороны полиции идем дальше какие могут быть инчи обставлены да вот здесь закон говорит что могут быть какие-то инчи обставлены ну что здесь можно сказать например дтп но человек попал в дтп уважительная причина до уважительная потому что дтп можно оформлять часами кто попадал те прекрасно знают вот и соответственно документальное подтверждение какое будет это протокол либо европротокол и естественно вы должны понимать что если вдруг вы не пошли в девять часов по повестке то протокол составленной полиции там в три часа дня ну не будет рассматриваться как уважительная причина естественно да потому что она должна мешать прибытию вашему то есть протокол должен быть составлен там либо да либо вот как раз в тот период когда вы должны быть тцк когда вы пребывать должны вот далее на что нужно обратить внимание воздушная тревога может ли быть уважительной причиной на мой взгляд да причем подчеркиваю это на мой взгляд это еще не судебная практика потому что по этим делам судебной практике еще просто не существуют тут закон это 10 дней только работает суды еще не успели рассмотреть эти дела безусловно так вот воздушная тревога может ли быть уважительной причиной снова и да и нет в зависимости от контекста что я имею ввиду ну вот например у вас повестка на 9 утра а воздушная тревога в этот день первая воздушная тревога была например в 12 дня может ли это быть уважительной причиной конечно нет потому что вы уже должны были быть в тцк а если например у вас повестка на 16 00 а в 15 30 было объявлено воздушная тревога которая закончилась там всем вечера вот это уже уважительная причина потому что действительно тревога ну здесь вопрос жизни человека безусловно он интересовался безопасностью это его право и понятно он не пришел да но воздушная тревога началась до того момента как он должен был явиться по повестке и она не отменялась уважительная да уважительная причина но по смерти родственников там все понятно да там свидетельство о смерти нужно будет и свидетельство там о вашем рождении о рождении этого человека чтобы подтвердить что этот человек действительно является вашим родственником теперь идем к следующему вопросу а что делать если вы не прибыли по уважительной причине ответ прост ответ содержится здесь же дальше в этой статье и вот тут указано что если человек не прибыл в тот срок который указан в повестке в течение трех суток он должен уведомить тцк вот срок на пизнише 3 дип уведомить тцк о том что он не явился по повестке по уважительной причине зачем это делать чтобы человека в розыск не подали понятное дело а дальше и обрастите внимание как можно уведомить да надо на этот момент обратить внимание здесь два способа есть шляхом без посреднего звернания до тцк тсп оба будь як и инший способ то есть вы можете по почте их уведомить по телефону но я бы рекомендовал здесь электронную почту в первую очередь чтобы но это наиболее простой способ который при этом оставляет следы в случае чего мы сможем подтвердить что мы их предупредили а дальше смотрите что нужно сделать с подальшим его пробытя у строк еще на превышуя 7 календарных дни что это значит это значит что после того как вот эта причина которая вам помешала явиться исчезла в течение семи дней нужно прибыть в тцк и сп вот конечно здесь кто-то скажет такая если я на больничном что мне делать в этой ситуации а в этой ситуации все просто с момента когда у вас закончился больничный вы должны прибыть в течение семи дней вот таким образом закон определил перечень уважительных причин неявки по повестке обращаю ваше внимание еще раз на то что если человек не пришел в тцк и сп именно по этим причинам то за неявку по повестке юридической ответственности он не понесет и естественно его не будут подавать в розыск а еще хочу обратить внимание на тот момент что тот факт что в день когда вы должны были явиться по повестке у вас была уважительная причина не освобождает вас от обязанности и явиться по повестке после того как эта причина закончилась и перестала вам мешать и соответственно если вы являетесь вот в этот семидневный срок то никакой ответственности никакого розыска в отношении вас нет на этом у меня все если вы считаете данное видео полезным ставьте ему лайк подписывайтесь на мой youtube канал также приглашаю вас в свой телеграм-канал ссылочка на него есть в описании к данному видео традиционно уже пожелаю вам удачи благополучия и конечно же мира пока пока